Книга Кришна. Верховная Личность Бога. Глава 70. Ежедневное занятие Господа Кришны. Продолжение. Здесь описывается, что Господь Кришна делал в дворике ежедневно. Ну, в повседневном смысле. Чем занимается Господь в обычном смысле слова? Он делает что-то великое, конечно, но если Он Личность, то что Он делает? В обычном течение дня. Как Он проводит время во дворцах Своих с супругами? Чем Он занимается? О чем они там говорят? Ну, как Он занимает это время? Не скучно ли ему жить? Достаточно ли Он живет полноценной жизнью? Мы знаем, что когда человек творит что-то, создаёт? Например, вот этот проект. Мы делаем парки. Здесь немножко из земли есть также здание для того, чтобы принимать гостей, делать фестивали в будущем, воспевать цвета имена. Мы создаём такие условия. Но в нашем опыте это будет нелегко поддерживать. Этот же проект нас займёт. Чем Вы тут занимаетесь? Спросят нам. Что они видят? У нас тут огород, тут дом, там столько работы. Люди так говорят. У нас вот коровы, там и огороды. Они нас занимают, ведь у нас нет какого-то другого времени. Но что касается Господа Кришны, это к Нему не подходит. Он может сотворить все Вселенные и при этом остаться абсолютно свободным, независимым. Действуют его энергии. Сам он выше, говорится, не попадает во власть этих энергий. Материальная природа, она другая по отношению к нам. Она на нас влияет, нас принуждает работать. Если ты не будешь работать, то тебе не на что будет жить. Просто будешь платить нищенское существование или вообще заболеешь и умрешь. От такого образа жизни. От страданий и так далее. Если ты не женишься, не будет семью, ты будешь одиноким, будешь страдать. Если женишься, то тоже будешь страдать, конечно. И так и так будешь страдать. Но мы выбираем от двух зол меньше. Пусть я буду в браке страдать, чем в одиночестве страдать. Кто-то говорит, а теперь надоело, хочу в одиночество пострадать, в браке надоело страдать. Это наш земной опыт, разный, 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 разный. Нас принуждают законы материальной природы. Но когда Господь создает что-то великое, Он не попадает во власть этих великих энергий. Вчера мы узнали интересную новость. Ученые утвердили такую вещь, что если посчитать все звезды в небе, которые сейчас видимы в телескоп, вот они их обнаружили, там у них есть специальный телескоп, и они все дальше, дальше заглянуть, вот у них какой-то есть предел своего восприятия, в этом пределе есть много звезд, сколько много. Если каждую звезду сосчитывать в течение одной секунды, и так не прекращать ни днем, ни ночью, независимо от болезни, от старости, от смерти, на это идет три тысячи сколько? Три тысячи? Три тысячи двести лет. Ну, не так уж много для вечности. Но это только в видимом пространстве, это творение Господа, вот только в нашем видимом пространстве. Это то, что мы видим в физическом мире, да, и то сосчитать не можем. А если еще и мир тонкий, и множество измерений в ведах описывается. В этих же мирах еще множество, бесконечное количество миров. Как их сосчитать? И мы находимся под влиянием этих законов, тонких кругов. Оказывается, жизнь человека предопределена от рождения до смерти. Звезды так влияют, их так много, смотрите, звезд. Каждый поступок фиксируется где-то. Все под контролем. А у Кришны нет рождения и смерти. Звезды не влияют на Него. У Души тоже нет. Но вот мы говорим разницу, да? И так Он творит материальные миры. Потом приходит в этот мир. И какие-то игры являют свои деяния. Не навязанные природой, нет. Переходит по просьбе своих преданных. Это другое. Это не приказ, нет. Это молитва. Они зовут Господа. Пхуми так страдала. Сколько демонов на ее теле сражается. Делят границы. Брятствуют оружием. Все цари стали почти что демонами. И она очень расстроена. Приняла облик коровы, что вызвать сострадание у Господа Брамы. Он же все прощающий. Она приняла облик коровы, как будто потела теренкой, и плакала, и молилась ему помочь. Избавить от этого тяжкого бремени и страданий. И Брама проникся состраданием. А по просьбе. С точки зрения законной кармы ничего не происходит неправильного. За все поступки живое существо так или иначе расплатится. Можно и не вмешиваться в это. Мы заняты своим делом. Там есть люди, нарушающие закон. Мы не обращаем внимания. Там есть органы, службы. Они сами займутся. Рано или поздно они накажут этих людей. Либо законы природы. Крутым людям приходят крутые болезни. Мы знаем. Так все заканчивается. Но если нас кто-то просит помочь, мы можем откликнуться. О, нужна помощь. Да. Я не полицейский. Нас меня просит. Естественно, будет отклик. И так Господь Брама откликнулся на просьбу земли Ибхоми и пошел к Господу Вишну. Как решить эту проблему? Ну, нельзя нарушать законы кармы. Даже Брама не нарушает законы кармы. Все, что происходит, нужно быть беспристрастным в этом материальном мире. Там они сами сажают семена, сами пожинают плоды. Вот за этим нужно следить, за этой равновесием. Но иногда все-таки, вот видите, Аддхарма, она побеждает. Время от времени. И тогда молитва. Брама идет к Господу Вишну. Он может изменить что угодно. Даже Брама не может все, что угодно изменить. Брама сказал Хероника Шипу, я тебе не могу дать бессмертие. Я сам не бессмертный. Я тоже ограниченное живое существо. Для тебя очень великие, но на самом деле нет. Я обычное живое существо. И Господь Вишну сказал, он проникся состраданием. Сказал, я приду, да, приду. И вот так Кришна явился на планету. Сказал, где он придет, кто должен также прийти вместе с ним. И он облегчит бремя земли. Это была молитва. Если мы хотим, чтобы Господь присутствовал в нашей жизни, а это великое благо, конечно же, для нашей жизни, величайшее благо, мы тоже должны обращаться к нему правильным образом. Не то, что где ты есть. Я тебя никогда не видел. Ты там есть или нет? А почему ты позволяешь то ли это в этом мире? И люди бросают вызов, немножко слушают о Боге, потом говорят, а почему он такой? Почему он говорит, что мудро не скорбит ни о живых, ни о мертвых? Мы тут так страдаем. Он говорит, не скорби. И улыбается. Что у него забытие? Кто он? И мы его соизмеряем с человеческим каким-то, с человеческой природой. И начинаем обвинять, критиковать. А он говорит, нет, Брама, должны полубоги спуститься туда сначала вместе, а потом я приду. Те, кто хоть немного понимают мою природу. Люди не понимают. Они глупцы, глумятся надо мной, когда я прихожу как человек. И они не так и думают, что это человек. Они глумятся, они совершают оскорбления. Какое благо они получат от этого? Я не появляюсь в таком обществе. Перед завистниками, перед глупцами. Нет, не появляюсь, не разговариваю с ними. И кто же здесь является кандидатом к тому, чтобы Господь все-таки откликнулся? Он говорит, Бага, вот дети. Есть люди от страданий, которые станут со смиренными и обращаются к Богу. Я откликаюсь. Я помогаю. Есть люди нуждающиеся, которые тоже очень трудно жить в этом мире. Они обращаются к Богу. Искренне я откликаюсь на их молитвы. Есть любознательные, есть ищи истину. Я откликаюсь на них. Но лучшие из них, те, кто ищет меня, самые лучшие, те, кто заинтересован, узнают что-то обо мне, стремятся к мне. Ищут. Жизнь посвятили этому. Хотя все они благородные души, потому что обращаются. Остальные негодяи. Мудхи, Нарадхам, он говорит, мудха, негодяи, глупый осел, что-то такое, животоподобные. Нарадхама еще хуже. Подонок, плохие качества очень. Мошенник, негодяй, преступник. Есть ученые, извращенцы, извращают всю философию, выдумывают на основе священных писаний, свои какие-то теории. Есть демоны, которые предупреждают себя здесь с Богом. Это негодяи все. Абаджи, но стремится к этому. Редко, редко. Поэтому нет, здесь свои порядки. Тут царь должен быть, правительство должно быть в этом мире людей, законы, ману самхита. Конечно, все это может меняться, потом обновляться в течение времени долгого, снова устанавливаться, снова разрушаться. Но так или иначе, вот таков этот мир. И вот, когда он переходит в материальный мир, да, мы знаем, он убивает демонов, уничтожает их. Иногда сам, но делает он это в форме игры. Не то, что он обязан это делать, это игра. Для него это игра. Он освобождает демонов от материального существования, убивает их. Все благой. У него нет зависти никому. Кто-то ненавидит его, а он не завидует. Кто-то хочет убить его, давай выходи, будем сражаться. Ты же хочешь, я отвечу так же. Как ты обо мне думаешь, как ты предаешься, говорится, я буду отвечать так же. Ты хочешь сражаться, давай, смертельная схватка, давай. Но в этом случае ты поймешь мое положение. Что ты лично ко мне пришел. Я тебя все же награжу. Ты пришел убить меня, а я тебе награжу. Да? Не тебе надо было таким. Джигай и Матхай пришли убить его. Он говорит, а я тебя награжу. Но вот с разбитой головой в кровь. А я тебя награжу любовью к Богу. Это Верховный Господь. На самом деле такой. Без всяких притворств человек не сможет это сымитировать. Итак, если он приходит в материальный мир, он заводится так, семьей, для чего он заводится семьей, для чего он выполняет обязанности, следует в физической культуре. Зачем? Чтобы дать пример. Он говорит, если бы я не выполнял этих обязанностей, весь мир был бы разрушен, все бы отказались от обязанностей. Потому что единственное стремление в этом мире людей подражать великим людям. И если великий человек освобождает себя от обязанностей, остальные сделают то же самое. Поэтому Кришна женится на 16108 женах. Ну, запрета нет же. Границ. Мы не видели законов, еды, что были границы. Сколько можно жениться, например. Сегодня есть запреты. Ну, такие. Не все их соблюдают тоже. На самом деле, если есть запрет только одной жены, запрета нет такого, но если он есть, то вы не должны разводиться снова даже жениться. Одна жена только. Это Рамачандра сказал такую вещь. Да, копать не врата. Лучше всего дайте обед одной жены. И даже когда сита была изгнана в лес, он не женился второй раз. Он сделал мурти сит, и она с ним присутствовала. У нас, говорится, только один брак, одна жена. Но это фикция. Они разводятся и жениться, сколько хотят вообще. Поэтому Кришна сразу женился на 16 тысяч сто восьми женах. Зачем разводиться, жениться снова, это долгая история. Сразу их нужно всех принять и уже не отвергать. Все, видите, честно было. И кто-то скажет, ой, что он себе позволяет, да, мы тоже. Нет, если вы хотите жениться на сто восьми хотя бы женах, должны построить сто восьми дворцов. Или хотя бы сто восьми квартир в Алма-Ате. Но вы не можете даже сто восьми квартир иметь. Куда вы иметите вообще? В одной квартире одну жену выгоняете, другую берете. И вот что происходит. Потому что у вас нет квартир. Нет таких возможностей, чтобы общаться со всеми женами одновременно. Они вас будут ждать сколько? Сто восьми дней, если по одному дню на каждую. Сто восьми дней, чтобы встретиться, да, со всеми. Ну смешно. Но Кришна вот здесь описывается в двараке, распространил себя 16608 экспансий, заполнил все дворцы. Лично каждый день общался со своими женами. Господь же всемогущий. Так что же он там делал? Уполнял обязанности. Давал пример, как должен жить семейный человек. Сегодня семейные люди не знают никаких обязанностей, кроме добычи денег в основном. Они думают, что остальное все устроится само по себе. Были бы деньги, да. Такое представление, такое образование сегодня у людей. Они могут быть иметь высшее образование, университеты закончить, а семейной жизни жить не умеют. Итак, мы продолжаем. Здесь каждое утро вот Господь совершал омовение, конечно же, мы делаем то же самое. Почему он это делал? Медитацией занимался на самого себя. Но тут мы немножко отклоняемся, мы не на себя, мы на него должны медитировать. Медитировать нужно на самое высшее. Это называется медитация. Не просто о чем-то думать, это не медитация. Выбирается самый высший объект для ума, для мыслей. И ум средотачивается туда. Это нужно еще добраться к уму. Говорится, что и миллионы лет с львом будут лететь, вот там до пролезни, долетит. То есть, здесь нужна шабда, свыше, звук должен быть, чтобы ум именно принял, вот прибежье в этом звуке трансцендентном, на нем можно медитировать. До Бога даже ум не дотянется. И так, этот высший объект, это наша ежедневная медитация, она не имеет границ. И нас туда проводит, как бы, вот по этому пути, чтобы мы не сбились. Трансцендентный звук, это лучшая форма медитации, на имя Бога, которое должно звучать. Считается, что в этом случае Господь прямо здесь присутствует, нисхождение, аватар, шабда, аватар, потому что иначе нельзя, не в наших силах, на такую высоту подняться сознание. А поскольку высший объект сам Кришна, то Кришна медитирует на самого себя, это органично для него. Выше него никого нет, поэтому на кого медитировать? На себя. Следующей обязанностью Кришны было заботиться о том, чтобы люди разных сословий, живущие в городе, в самом дворце, были довольны и счастливы. И в самом дворце. Это следующая обязанность, чтобы все люди в городе были счастливы. Для этого он исполнял их желания. И когда я видел, что они счастливы, он тоже был очень доволен. Вот она, его природа, очень простая. Чем он наслаждается? Тем, что другие счастливы. А откуда они берут счастье? От него. Он источник. Вот он так и живет. Всем дарует счастье, исполняет желания. Но счастье, мы же знаем, это природа счастья, его нельзя навязать. Это невозможно. Счастье связано со свободой выбора всегда. Я что-то сильно желаю. если мне что-то другое предлагают, я не хочу. С ребенком сталкивались, да? Это хочешь, это нет, нельзя. Вот это возьмите. не хочу, это вот это хочу. У меня такое желание, ничего с ним не поделать. Я тоже терроризовал родителей в свое время. Вот это хочу и все. Говорит, нет. Почему нет? Дорого. Я хочу все равно. Поднесенные ему гирлянды из цветов, орехи бетеля, сандаловую пасту и душистые масла Господь раздавал браманам и старшим членам семьи, затем царицам и своим советникам. И только если что-то оставалось, он брал это себе. Вот так живет семейный человек. Все раздает, что у него есть, нуждающимся. Если что-то остается, себе оставляет. К тому времени, когда Господь заканчивал выполнять все эти обязанности, его возниче до рука подъезжал ко дворцу на роскошной колеснице. Слышив ладонью, он предстал перед Господом, давая понять, что колесница подана. Тогда Господь выходил из дворца и в сопровождении Удовы и Сатьяки отправлялся в путь. подобно тому, как бес Бог солнца выезжает утром на колеснице, освещая Своими лучами весь мир. Когда Кришна покидал дворцы, все его жены с любовью смотрели ему вслед и махали ему на прощание. Господь улыбался в ответ и улыбка была такой притягательной, что и сердца сжимались от боли разлуки. Каждое утро они с такой болью разлуки расставались с Кришной. Очень глубокая трогательная сцена. Ну, такого не бывает в материальном мире опыта. Если муж идет на работу, ну, иди, иди, не опаздывай. Вечером придешь, все, или на обед придешь. Мы не испытываем такой же большой разлуки. Но что касается Кришны, другая тема совсем. Мы, наша жизненная сила, это его энергия. Жизненная сила, ее природа наслаждаться, быть привязанной. Без Кришны мы это находим в людях, предметах, вещах, удовлетворяем свои желания, привязанности таким образом, приобретая что-то. Но на самом деле жизненная сила привязана к Кришне. И оторвать эту привязанность практически невозможно. Если даже на какие-то секунды происходит такая разлука, возникает сильное чувство. Одно мгновение, как 12 лет иногда. Вот это Кришна. Вот на самом деле к кому привязана жизненная сила. А в этом мире она привязана к объектам чувств, но почему мы не чувствуем такой же большой разлуки, переживаем в принципе здесь любое горе, забываем. Потому что мы привязаны к самому себе. По этой причине. И вот так же, как человек привязан к самому себе, на самом деле он больше привязан к Кришне, чем к самому себе. На самом деле. Это как бы его вечная конституция. быть неотъемлемой частичкой и совершенно естественно выполнять повеления свыше, принимать того, кто выше. Это наше естественное положение. Здесь мы с трудом это делаем. Мы принимаем тоже, безвыходно. Принимать надо того, кто выше, но с некоторым трудом. Потому что все, кому видим, тоже несовершенны. Остается последний авторитет. Я сам, мой ум. Я могу видеть в течение жизни, он тоже несовершенный, мой ум. Я имею тоже недостатки, тем не менее, я признаю только свой авторитет. В итоге. На духовном уровне авторитет Кришны и авторитет нашего разума не отличаются. Разум также авторитетен, как Кришна, если он чист. Можем советовать со своим разумом, если он чист. Со своим сердцем, если он чист. Почему? Что в сердце Кришна, в разуме Кришна, это его энергия. Вот такая необычная картина. Возникает, конечно, вопрос, каким же образом душа отделяется от Бога? Она же отделяется в материальном мире от Бога. Каким образом это возможно было вообще? Если в духовном мире ни секунды не живут без Бога. Постоянно, 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 вечно, неразрывно. Да, если есть такое желание, говорится, отделиться от Бога, Кришна даже это может выполнить. Он выполняет все желания, говорится здесь. И материальные тоже. И он создает этот мир иллюзий. Эта иллюзия влияет на душу, на Кришну нет. Она так влияет, что душа убеждена, Бога нет больше здесь. Кто-то говорит о Боге, но на самом деле его нет. Даже когда ему говорят об этом, даже когда аргументируют, на самом деле нет. Это возможно в иллюзии. Затем Господь отправился во дворец собраний Судхарма. Напомним, что этот дворец был принесен на землю с райских планет и установлен в двороке. Он обладал одним чудесным свойством. Всякий, кто входил в него, освобождался от мук, вызываемых голодом, жаждой, скорбью, иллюзией, старостью и смертью. То есть пока в зале собрания Судхарма вы не умираете. Не могли умереть. Или там старость вас не беспокоит, вы забывали об этом. Все. Ни голода не чувствовали там, ничего, ни скорби. Эти шесть кнотов стягают всех, кто ведет материальное существование. Но пока человек оставался во дворце собраний Судхарма, он был недосягаем для них. Одновременно попрощавшись с обитателями всех шестнадцати тысяч дворцов, Господь снова становился одним и вступал во дворец собраний Судхарма, сопровождаемый другими ядовами. Трансцендентный Судхарма вне гун материальной природы атмосферы там, внутри этого зала собраний. в нашем опыте это храмы. Если они авторитетно установлены и там поддерживаются высокие стандарты, то мы можем чувствовать такую атмосферу в храмах. особенно в святых местах, я думаю, особенно ярко проявлено. Ну, во всех храмах Исконде хорошие стандарты. Можем чувствовать, что такое духовный мир. Войдя во дворец собраний, он садился на царский трон, озаряя все вокруг божественным сиянием. Окруженный великими героями из рода Яду, Кришна был похож на полную луну, сияющую среди сонма звезд. Как только Господь усаживался на трон, шуты, танцоры, музыканты, танцовщицы начинали свои выступления, чтобы доставить Господу удовольствие и развеселить Его. Сначала шуты веселили Господа и Его спутников своими шутками, с утра поднимая всем настроение. Вот задача. Путам нужно поднять настроение. То есть в хорошем настроении приступить к делам нужно. Нельзя в плохом настроении что-то делать. Если мы что-то собираемся делать, сначала нужно подготовить настроение, его настроение. Затем свое искусство показывали драматические актеры, а после них выходили танцовщицы. Представление сопровождалось мелодичными звуками барабанов Мриданг, вин, флейт, колокольчиков и барабанов Мураджа. Их дополняли очищающие звуки раковин. Искусные певцы суты или магатхи пели, а танцоры танцевали. Сейчас вспомнил храм в Терупате Исконовские там просто дворец чудесный. Как он построен в южноиндийском стиле, внутреннее убранство там очень богато на редкость. Все инкульстировано, расписано, колонны чудесной формы, алтарь и вид из этого храма совершенно потрясающий. Терупате вся эта горная Терумала, капюшон нашедший который. Прямо прямой дальше. Сразу вы как чувствуете, что вы отрываетесь вообще от всего земного опыта. И к приветствию божеств туда каждый день приходят музыканты профессиональные. Они садятся там у входа в храм и в какой-то медночный громкую музыку. Прямо включая такие южноиндийские флейты. У них такой звук особый. Пронизительно жалобный звук этих флейт. И барабаны такие гремучие, что без микрофона оглушают. Они надевают такие еще наконечники на пальцы жесткие и там такие дроби выделывают. И вот гремит музыка громко-громко-громко-громко. Где-то 7 утра примерно. У них там полвосьмого приезда. И каждое утро. И сразу все оживает, все бегают. Сейчас скоро алтарь откроется, музыка вдохновляет. Вот каждое утро так. В других храмах мы видели на установлении божеств индийские традиции приглашают танцовщиц. Это могут быть девочки лет 11-12 такие. Ну то, что там женщины танцуют перед мужчинами. такого возраста. Ох, что они вытворяют там тоже. Красота. Тоже настроение поднимается. Удивительно. Вот культура. И все для Бога. Очень чисто все. Все эти слуги Господа своим искусством возносили хвалу Верховной Личности Бога. Иногда ученые браманы присутствующие в собрании исполняли ведические гимны и насколько им позволяли знания разъясняли их смысл. Некоторые из браманов предсказывали древние исторические повествования пересказывали о деяниях великих царей. Господу и его приближенным очень нравилось слушать их рассказы. Исторические хроники самое лучшее. Мы тоже ищем в истории что же самое лучшее было в истории человечества. Что можно найти самых лучших каких-то лидеров великих история хранит. Ну эти оценки относительные кто великий кто менее великий поэтому с течением времени это может забываться как-то меняться но мы до сих пор помним династию Ракху династию Яду жителей Вриндавана помним Горасиону Вас Суде в Писаниях помним Иисуса помним Диане некоторых святых тысячи лет проходят люди помнят история что же было самого великого в истории человечества мы приходим к святым в итоге в этих поисках о которых память не увядает остальные вещи как-то они трансформируются постепенно Однажды у входа во дворец собраний появился никому неизвестный человек перевратникам было приказано доставить его Господу Кришне с разрешения Господа незнакомцы допустили в собрании пристав перед Господом он молитвенно сложил ладони и низко поклонился в данном случае пример человека который который был послан Кришне к Богу вас никто к Богу не посылал еще нас тоже посылают но по-другому несколько странным образом могут далеко далеко послать но здесь буквально буквально то есть так так действует Гуру Парампара что нас посылают так или иначе к Богу в конечном итоге когда-то это произойдет с каждым каждому из нас обратятся и скажут вот возьми вот это отнеси ему кому ему Кришне кому еще ты кому служишь вообще прямо сейчас Кришне я никогда этого не делал ты мой приказ исполни ты тут при чем ты мне служишь и денисе Кришне это Гуру говорит и так это посланец пришло потому что его кто-то занял служением случилось так что когда царь Джарасандха завоевал другие страны многие цари не склонились перед ним перед ним головы не склонили и тогда все они числом 20 тысяч были захвачены в плен вот Джарасандха был какой сильный 20 тысяч царств завоевал человек которого стражи доставили Господу Кришне был посланцем плененных царей когда его представили Господу он передал ему их слова это был посланец царей царский посланец заметьте этот человек пришел не с корыстными целями Кришне а с чистым сердцем что он говорит посланник царей гласи посланец царей гласила о возлюбленный Господь твое вечное тело исполнено божественного знания и блаженства поэтому люди поглощенные материальным не способны описать тебя словами или постичь умом даже тем кто безраздельно предан твоим лотосным стопам известив лишь известна лишь малая доля твоего величия и только по твоей милости они могут освободиться от всех материальных тревог Господь мы не предлежим числу тех душ которые целиком вручили себя тебе мы не чисты предан они говорят цари мы еще не такие мы по-прежнему находимся во власти иллюзии и двойственности материального бытия поэтому боясь остаться в круговороте рождений и смертей мы спешим укрыться у твоих лотосных стоп о Господь мы думаем что на свете много живых существ которые подобно нам навечно погрязли в кармической деятельности и ее последствиях они не желают следовать твоим наставлениям и заниматься преданным служением несмотря на то что оно несет всем благо и радует сердце они отвергают путь сознания Кришны и блуждают по трем мирам в леком иллюзорной энергии материального бытия опираясь на свой опыт эти цари говорят Кришне правду искренне чисто там будет просьба но вот посланец пришел передать их просьбу не желая ничего для себя Кришна принимает таких людей с его личного дозволения этот человек вошел в зал собраний практически на Вайкунтху попал О возлюбленный Господь кто способен постичь Твою милость и Твои чудесные деяния Ты всегда пребываешь в облике недолимого времени которое не позволяет сбившимся с пути и отчаявшимся материалистам осуществить свои бесчисленные желания поэтому приносим поклоны Тебе о Господь присутствующий в образе вечного времени о Всевышний Ты властелин всех миров теперь явился на землю и вместе с Тобой пришел Господь Баларам твоя полная экспансия в Писании сказано что Ты приходишь в этот мир чтобы защитить всех кто предан Тебе и уничтожить безбожников и злодеев как же злодей Джарасанта смог вопреки Твоей воле обречь нас на столь ужасные муки мы не понимаем что все это значит и как такое могло произойти быть может Джарасанта избран для того чтобы причинить нам эти муки за наши прошлые грехи однако мы знаем из богооткровенных писаний что тот кто предался твоим лотосным стопам немедленно избавляется от последствий своих греховных поступков то есть они были преданы но не не самого как они говорили и они говорят что те кто полностью предался то есть ты защищаешь их поэтому мы спешим целиком предаться тебе чтобы найти прибирающего твоих стоп и надеемся что ты возьмешь нас под свою защиту теперь они полностью предаются вот в этом как бы особенность что пропада проповедовал вот эту особенность не просто религиозную веру она распространена достаточно в мире миллионы людей верят в Бога миллиарды а чистая предназначение редко вот об этом молятся здесь цари теперь наконец мы поняли в чем истинное предназначение нашей жизни царский венец всего лишь награда за наши прошлые благие дела так же как нестерпимые муки в плену джарасанхи плоды наших грехов теперь мы понимаем что плоды благих и греховных дел приходящие и что нам никогда не быть счастливыми в обусловленной жизни материальное тело дает цигуны материальной природы и любой кто получает его испытывает множество беспокойств жить в материальном мире значит нести на себе бремя этого мертвого тела поглощенные кармической деятельностью мы превратились во вьючных животных рабов своих тел так обусловленная жизнь заставила нас отказаться от истины исполненной блаженства жизни в сознании Кришны теперь мы понимаем что мы глупейший из глупцов из-за своего невежества мы запутались в сетях материальной деятельности и ее последствий поэтому мы спешим укрыться под сенью твоих лотосных стоп которые тотчас избавят нас от всех последствий кармической деятельности и очистят от скверны материальных страданий и удовольствий здесь они обращаются к Кришне как бы из того что по причине страданий страдающие люди но не совсем не совсем они просят совсем не то что просят обычные люди страдающие в этом мире страдающий человек может попросить здоровья как правило или защита от врагов может быть там хочет финансовое положение поправить что-то материальное а эти цари они страдают но они страдают потому что у них нет сознания Кришны как они считают это уже не не категория материалистов они хотят полностью покончить с материальным существом никаких материальных просьб нет говорит неважно цари мы или кто-то другие это временно страдаем мы или наслаждались царским положением это временно это просто заслуги наши грехи и так выражаются мы хотим от того и другого избавиться теперь и от страданий и от царского положения тоже это отречение в полном отречении искренне обращаются о Господь отныне мы покорные тебе души которые ищут прибежища твоих лотосных стоп в твоих силах освободить нас от пут кармической деятельности олицетворения которых стал Джарасандха Джарасандха олицетворял как будто их страдания принял облик Джарасандхи карма их приняла для них О Господь Ты знаешь что Джарасандха силен как десять тысяч слонов не воспользовавшись своей силой он пленил нас подумано тому как лев парализует страхом целое стадо овец О возлюбленный Господь Ты восемнадцать раз подряд сражался с Джарасандхой и семнадцать раз Ты побеждал совладаясь с Его необычайной силой но в восемнадцатой схватке Ты повел себя как обычный человек и казалось потерпел поражение О Господь мы прекрасно знаем что Джарасандха не способен одолеть тебя ибо твое могущество сила богатство и власть безграничны никто не может сравниться с тобой или превзойти тебя твое мнимое поражение восемнадцатой схватки с Джарасандхой стало возможным лишь потому что ты повел себя как обычный человек к сожалению глупый Джарасандха не понял твоей уловки и с тех пор возгордился своей материальной властью и могуществом и он взял нас в плен хорошо зная что мы твои преданные послушные твоей власти то есть кому-то нужно увидеть воочию могущество Господа обычно цари должны иметь такой даршин иначе они будут гордиться своим положением люди все цари которые отвергают Бога они становятся очень гордыми останутся проблемы в этом вот поэтому раджа риши праведные цари имам парам парап там имам раджа ввиду то есть они получали знания регулярно как у нас садан они тоже была своя садан они получили даршин Господа они слушали браманов священное писание так они поддерживали свое духовное сознание но кроме этого все равно гордость остается все же потому что можно гордиться этими знаниями духовными так же и властью вместе с этим поэтому Господь когда приходит он показывает свою необычайную силу Джарасанта был самый сильный царь того времени Камса был уже убит остался Джарасанта 10 тысяч слонов измерялась его сила мистик убить никто не знал секрет его смерти был практически бессмертный он их буквально как лев стадо овец эти 16 тысяч царей пленил но эти цари видели или слышали что Кришна один с ним сражался с Баларамой даже практически без войска просто уничтожал все эти шаухини а его в плен брал как животное связывал сильнейшего царя и так как вера в Бога смотрите она была подкреплена этим опытом очень важный то есть если мы обладаем таким желанием в сознании Кришны наша вера будет всегда подкреплена каким-то опытом Кришна даст нам это почувствовать его истинную силу его истинное покровительство чтобы мы ничего не боялись сарватарного притяжа и машуча ничего не будешь бояться под моей защитой и он может дать нам этот опыт что такое его защита прямо в этом мире где мы тоже чувствуем опасности какие-то болезни пандемии столкновения войны в мире кризисы экономические что еще много могут быть бедствий и мы получаем опыт в течение всей жизни эту защиту это факт самое опасное время было в самом начале советское время преданных всех рассаживали по тюрьмам просто хотели просто уничтожить где-то их убивали в каких-то частях мира тоже стреляли в них сбивали машинами в России в Советском Союзе их в психушке распределяли по тюрьмам но преданной преодолели эту трудность это не единственная была трудность и всякий раз мы видим всегда есть какие-то трудности преданные к этому уже привыкают я не думаю что обычный человек могу эти все трудности преодолеть без сознания Кришны который преодолевает один преданный мнение общественное мнение смотрите на работе родственники все против практически власти законы все против было горстки преданных преодолели и преодолевают продолжают всю жизнь откуда такая сила такая же не бывает человека сломить можно в тюрьму бросил все умнее будет ничего подобного еще сильнее становится все наоборот получается опыт прабхупада вообще невероятный 10 лет он безуспешно проповедовал в Индии смотрите 10 лет за 10 лет уже пожилой человек все бы оставили свои попытки зачем будет 10 лет делать одно и то же что не получается происходит в результате этой 10-летней неудачи прабхупада такую решимость облил что поехал в Америку и там распространил по всему миру это сознание Кришны человек всегда становится сильнее этом пути почему мы знаем человеческие силы не такой уж сильный человек откуда эта сила это сознание Кришны в заключение посланец посланец господь я поведал тебе о горькой участи этих царей ты волен обдумать услышанное поступить как пожелаешь как посланец и представитель этих царей и передаю на твой суд свои слова их мольбы о Всевышний все они мечтают увидеть тебя и припасть к твоим лотосным стопам мой возлюбленный Господь будь же милостив и спаси их тут остановимся глава еще не кончилась так они обращаются с просьбой к Кришне интересно как Кришна решит этот вопрос что он будет делать это часть его игр и посланник этот по его воле явился туда хотя Кришна как будто ничего этого не делал лично и приглашал его и цари по воле Кришны оказались в плену Джарасанхи и Джарасанха по воле Кришны на 18 раз был отпущен все 17 раз был отпущен 18 раз Кришна просто избежал сержень зачем же Кришна это делает смысл тут будет раскрываться все а Господь действует охватывая все пространства сразу одновременно то что мы знаем и то что мы не знаем хорошо будут ли вопросы Алена Жилаева вчера вы сказали что нужно воодушевлять других какие основные принципы этого бывает хочешь вдохновить а человек наоборот расстраивается да со мной тоже такое было где-то я в Самаре как-то дал лекцию публичную большой зал была большая программа хорошо организован много людей я им рассказала вийской культуре о законе кармы реинкарнации некоторые люди получили стресс потом подходили и говорят успокойте меня то есть они поверили что перед ними большая вселенная и мы тут блуждаем где-то миллионы воплощений они как бы это почувствовали я не знал что они так испугаются успокойте меня я ее потом успокаивал после лекции валерьянку нужно потом дать что-то такое ну так случается сталкиваемся да со мной тоже это было когда я читал книгу учения господа читаний и когда дошел до главы аватары у меня был стресс я вдруг это сам я осознал что там нет числа этим аватаром я бесполезен полностью в итоге я думал что хоть что-то знаю вообще вот это с нами случается со всеми случается это даже случилось с брамой он был тоже сильно расстроен когда увидел много брам говорил что кришный источник все брамы этим брамам нет конца и края но бывают люди расстраиваются потому что они не могут принципы соблюдать скажем да хорошее учение но у вас принципы строгие тоже расстраиваются такое случается бывает что мы проповедуем так что говорим вот есть настоящие чистые преданные а вы никуда не годитесь если мы так противопоставляем тоже люди будут расстроиться одна женщина так была расстроена что кричала в зале поднялась ко мне на сцену однажды мы опять говорили о карме о причинно-следственных законах как-то вот разъясняли людям 90 какой-то год второй может быть в златоусте и вдруг с заднего ряда громко закричала женщина неправда неправда и пошла на сцену неправда вы говорите не так не должно быть так и прямо ко мне на сцену встала вот так вот передо мной кричала неправда неправда такое расстройство получил другой человек которому опять же рассказал про карму все с кармой связано я сказал я сказал что такой закон существует это закон кармы то чувство такое недовлетворение сказал дурацкий закон я говорю почему справедливо же ну как справедливо говорит я уже забыл что там творил прошлой жизни почему должен отвечать в этой жизни дурацкий закон нет не могу принять такой закон такое случается поэтому в Индии люди они знают о карме больше и там нищие скажем они не поднимают революции бедные люди знают закон но у нас такая карма но мы сейчас нищие мы должны так жить прожить эту жизнь честно честно вот таким образом а вот в западном мире они революционно настроены они согласны с кармой я не помню за что меня осуждаете я вам привел тогда пример хорошо вот человек напился до алкоголя и пошел там натворил всяких дел да хулиганских разбил витрину там подрался с кем-то кто-то оскорбил там ударил попал в милицию на утро его приводит в себя говорит так иди тут обвинение есть какое обвинение я ничего не помню как мне можете наказать я ничего не помню да может быть ты не помнишь но есть свидетели так что наказание будет я привел к нему что есть свидетели в этом мире есть свидетели наши поступки ему еще хуже стало то есть не обрадовался ну так что видите в мир мы несем беспокоиться тоже когда вот открывается знание как оно есть беспокойство приходит знаете как кришна сформулировал все видишьское знание в одном стихе на курок шатри не на поле битвы а на время жертвоприношений потому что он говорил перед всеми мудрецами вселенной они ожидали от него что он скажет что-то важное и он взял все веды и сжал в одни в один текст все были мудрецы все были поражены когда услышали он сказал что если человек считает тело созданное из трех дождь отождествляет собой отождествляет своими родственниками и землю почитает на которой родился и только этим живет он подобен ослу или корове вот и все ну ну как не расстроиться мы такие стихи людям сразу даже не произносим это самые ценные вещи подождите моя страна моя семья мои дети я сам и все это вот такая оценка господь говорит такую оценку дает всему этому люди привязаны ко всему а все привязаны ослы и коровы они не знают ничего выше этого они не понимают что это есть причина их страдания то что они так ценят мудрецы были в шоке когда услышали ну видите поэтому знание раскрывается постепенно медленно потому что у может расстроиться поэтому мы не расстраиваем людям они гремослы и коровы мы говорим уважаемый господин мы с почтением обращаемся к каждому понимая что там еще есть душа сбитая с толку но там же душа есть так мы применяем духовные как бы духовные приемы что ли да мы почти не выражаемся видя что потенциально человек может стать преданным как бы может очиститься вкладывая веру в это и так люди вдохновляются слыша какую-то проповедь что я могу изменить эту жизнь к лучшему каждый может что-то сделать в этом направлении хорошо как справиться с сильными материальными желаниями есть ли смысл бороться с ними веду бахтеврикшу соблюдаю садхану но все равно они не исчезают остается делать вид что их нет но так трудно материальные желания они не исчезнут почему должны исчезнуть почему так думаете что они исчезнут просто вы станете сильнее вы сможете наводить порядок в сфере этих желаний вот и все они не исчезнут это природа материальная пока есть материальное тело мы контактируем с материальной природой и она выражается в желаниях материальных почему так думаете что они должны исчезнуть нет просто наведете порядок Анна Вадьян Николейникова мои поклоны если понимают что мотивы служения нечистые хочется хотеть только любви кришне но пока хочется избавиться от страданий материального мира служение очистит или нужно еще что-то служение если это служение то да но если вы подразумеваете просто деятельность в этом направлении то не сразу чистое предуслужение сразу очищает но мы начинаем это сначала как работу как некий вид деятельности рассматриваем ну как карма йога да еще говорится на этом уровне мы не сразу очистимся пока мы вот этот термин карма попадая под его влияние мы не сможем очиститься мы должны понять это не карма это а карма тут нет кармы тут нет плодов труда тут нет никаких планов материальных тут есть только служение оно чистое тогда человек освобождается от всех грехов Дима Магданов здравствуйте хочу сменить гону страсти подскажите способ я очень нуждаюсь в вашем совете сменить гону страсти на какую гону надо уточнить если на тамагуна то никаких усилий не требуется если нет раджес естественно переходит в тамас сам по себе если подняться выше это хороший вопрос все что вверх это очень хорошо раджес это хорошая гуна в смысле лучше тамаса однако она опасна тем что она снова стягивает возвращает в тамас к наслаждениям деятельность для наслаждений деятельность для чувственных наслаждений раджес тамас раджес тамас вот все это замкнуто в жизни людей работа отдых больше ничего не делать если мы хотим гону благости подняться мы должны понять зачем мы это делаем осмыслить осознать это гону благости знание нужно обрести и это знание принесет нам счастье однако это нелегко пока есть страсть любые новые знания страсть хочет использовать для чувственных наслаждений для славы для того чтобы быть лучше выше других не знаю там власти если вы обладаете знаниями вы также можете властью обладать поэтому страсть будет всегда нас вот склонять к тому чтобы мы выгоду извлекли из этих знаний тем не менее нужно всегда слушать духовного учителя духовное наставление чтобы идти дальше в чистое преданное служение через гону благости то есть это аскеза гону благости это аскеза примите аскезу примите регулирующие принципы примите повторение Харе Кришна мантры примите просад освященную пищу только примите общение с ваишнавами и процесс начнется но держитесь там уж со страстью вам придется немножко потрудиться Раиса Кришна пришел на землю как земной ребенок который родился у земной женщины а как Кришна умер и сколько ему было лет но он же не умирает лет так 125 было ему лет на Курукшетре примерно и еще через 36 лет после битвы на Курукшетре был уход примерно так примерно примерно получается 161 год да примерно по моим сейчас подсчетам приблизительным он выглядел при этом 25-летним юношей всегда никогда не не сталился внешне не менял облик и Господь же не умирает он приходит и уходит является и уходит как солнце закат восход но оно не умирает это называется Пракааталила Апракааталила Пракааталила значит вот он присутствует видимый воспринимаемый проявленный Апраката значит где-то в другом месте Лила проходит но мы не видим Апракаталила уходит в Апракаталилу с планеты Земля в другое место вот Кришна сидел под деревом Баньян так он уходил он решил покинуть этот мир после ухода династии Яду сначала династии Яду он отправил обратно на высшие планеты это были полубоги воплощенные затем ушел в лес неподалеку с берега океана где-то происходило сел под молодое дерево Баньян которое олицетворяло молодую Вселенную что Вселенная сравнится с деревом Баньян положил ногу на ногу то есть стопу положил на колено таким образом эта стопа излучала некое сияние и охотник лесной охотник он не распознал этот предмет впал в заблуждение ему показалось что это голова оленя он пустил стрелу и попал в питу Господь и он побежал к этой стреле думая взять добычу и вдруг увидел Господь Кришна сияющий проявляющийся все эти формы перед ним раскрылся он упал в ноги и сказал что же я сделал что же я сделал я же выстрелил в верхон Господа его ранил ну от ранения в питу никто не умирает а Господь говорит ну в прошлой жизни мы с тобой договорились я тебя убил из-за укрытия в прошлой жизни и ты был несчастлив от этого я пообещал что ты так же меня сможешь убить в следующей жизни сегодня твое желание твое проклятие исполнится этот охотник Джара по имени он плакал молился брался за стопы Господа чтобы тот не уходил что он встретил его но Господь говорит я обещал так сделать теперь мы ну все справедливо так он покинул мир вот от ранения в питу я приблизительно рассказываю туливу Господь Баларама ушел сразу после этого когда узнал что Кришна уже покинул планету тут ни секунды не оставался он сел на берегу океана и там были очевидцы несколько может быть человек кто-то видел это потом это передали пандам они увидели что изо рта Господа Баларама вышел огромный белый змей Шашинага и унес его в пространство так Господь Баларама ушел Господь Кришна покинули эту планету пять тысяч лет назад исполнив всю миссию целиком где-то сейчас игры Кришны проходят так же во вселенной во всех вселенных где-то Кришна всегда проявляет свои игры Анастасия Павленко Харе Кришна скажите пожалуйста чувство разлуки с Господом невозможно ощутить находясь в иллюзии с другой стороны почему в духовном мире могут ощутить разлуку с Кришной из-за иллюзий там другая иллюзия иллюзия имеет много значений слова в материальном мире мы как ее нечто негативное представляем но даже в материальном мире одно из значений милость да она обманывает но так он исполняет наши желания которые невозможно исполнить стать Богом никто не может стать Богом но Майя может внушить нам это и дается пример матери ребенка которая держит ребенка на руках а тот говорит дай Луну дай Луну дай Луну ты же выше достанье Луну и плачет невозможно но она же мать милостивая она придумывает иллюзию она берет в зеркало ловит Луну в зеркале и говорит ребенку смотри вот держи вот Луна и ребенок ничего практически не получает и радуется о Луна в руках зеркало в руках на самом деле так действует материальная природа поэтому она обманывает в этом плане мы избегаем ее но с другой стороны мы ищем приберище в материальном мире потому что тут тоже исполняются желания хоть и иллюзорно такая сила желаний в духовном мире смотрите что происходит с душой которая созерцает Господа всякое может быть невероятная вещь может быть она может так такую любовь почувствовать что может сказать хочу чтобы ты был моим сыном я чувствую такую любовь к тебе но какой он сын он же Бог он отец всех живых существ и тогда поскольку живое существовое имеет такую любовь и желание он исполняет это желание при помощи йога майя и становится сыном верховный это тоже майя но другого порядка йога майя не отделяйте пожалуйста вот эту ошибку не совершайте йога майя от Господа Кришны а это майя нет нет какой же Кришна погодите погодите вот тут майя вадья совершает ошибку не отделяйте йога майя от Кришны маха майя да она отделена мы должны отделить от Кришны но не должны отделять йога майя это его внутренняя энергия он действительно ваш сын он действительно ваш супруг он действительно ваш друг и он непостижим при этом остается всегда Бог майя вадья говорит это майя ну там разлука какая разлука он вездесущий это просто майя это не майя это реальность это реальные игры йога майя это реальность эту реальность невозможно понять умозрительно эту реальность можно умозрительно понять санки йога разделить на части разобрать и рассмотреть как она устроена йога майя невозможно эта личность татьяна карнаухова что делать периоды когда очень сильный конфликт внутри между желанием сознания Кришны и материальными желаниями, особенно когда их не можешь реализовать. Это вопрос внутренней силы. Постепенно вы станете сильнее и наведете порядок там. Реализуйте все желания, не беспокойтесь об этом. В сознании Кришны вы все желания реализуете. Некоторые желания вы реализуете просто на слух. Анастасия Павленко. В материальном мире женщина наслаждается мужчиной. Он защищает ее, выполняет ее желания и прочее. И наоборот, как можно это занять в служении Кришне? Ну вот именно так. Так это и занимает природа. Природа безгрешна. Ее занимают. Женщина должна быть под опекой мужа. Так и рекомендуется. В сознании Кришны тоже. Любовь Бухарова. Харе Кришна. Если духовного учителя полюбил и принял с первого услышанного слова, это значит связь была с прошлой жизнью? Да, возможно. Скорее всего, конечно. Не обязательно с этим. Вот с этой конкретной личностью. С духовным учителем, да. Но не обязательно именно с этой личностью. Мы слышали одну преданную, которая досконально изучила прошлую жизнь свою. Так случилось в ее жизни. Она досконально. Даже фотография досталась в прошлой жизни. Все-все-все. Все события установила в памяти. И в реальности. Была в тех местах. Общалась с людьми. То есть она приезжала в Москву однажды. В каких-то 90-х годах или начала 2000-х. Не помню. И она лекции давала людям. Индусская. Пороженка Лондона. Она рассказывала, что в прошлой жизни была учеником правопады. Брамачарию. И как родилась. В этом теле она рассказала все причины. Показала фотографии и все остальное. И в этой жизни она ученица Бхактичару Махараджа. Я ее лично спросил тогда. Вот вы же вспомнили правопаду, да? Вы вспомнили себя, как его учеником. Вам не мешало это принять другого духовного учителя? Возди уже привязаны к правопаде. Она мне сразу легко ответила. Говорит, да. Говорит, потому и приняла его, что он постоянно говорил в правопаде. Все просто. Это мы приняла. Аксения Сулешко. Гуру Махарадж. А раз игры Господа повторяются в разных вселенных, значит они одни и те же всегда? Игры? А-а-а. Да, в каком-то смысле. Например, стрелка часов. Она всегда проходит по тем же цифрам. Но время отличается. Что было час назад. И в это время есть различия. Поэтому игры циклируют. Это так. Но всякий раз всегда что-то происходит новое. Если он сын Ешоды, да? Он всегда сын Ешоды. Где-то он играет с Ешодой сейчас. Это та же самая лила. Но уже описать эту лилу последнюю совершенно по-другому. Где-то он Гиту рассказывает. Бхагавадгиту. Но уже может быть совершенно в других стихах. В другой форме. Знаете, что Пропада сделал комментарий к Бхагавадгите через Бхакти, да? с точки зрения чистой, преданной любви к Богу. Но он хотел еще издать Бхагавадгиту с другими комментариями. Но этого не случилось. Но желание было Пропада еще сделать один комментарий, другой. Поэтому, видите, оно очень многогранно. Хотя та же сам Бхагавадгита. Нина Офицерова. Существует ли мантра извинения Кришны? Извинения? Кто-то знает такой мантру? Никто не извиняется перед Кришной. Прости меня, Господи, да, я-то мантру только знаю все. Прости меня, Господи, так люди говорят. Я думаю, что, я так думаю, что мантра Харе Кришна это есть. Прайш чита. Когда мы просим прощения, это как покаяние, это называется прощита, очищение. Например, каяться в грехах можно, признавая свои грехи. Что я грешный человек, я вот сделал то-то, 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 я прошу прощения, Господь, прости мне эти грехи. Это прощита. И Пропад сказал, что особенность преданного служения в том, что там уже заложено прощита. То есть специально можно не делать этого. Просто продолжать преданное служение. Там уже есть прощита. Как, например, все заложено, другое тоже. Мы говорим вегетарианство, но если вы преданы, мы там уже заложено вегетарианство по своей природе, мы не говорим о вегетарианстве преданном. По определению не вегетарианцы уже, это заложено в преданном служении. Также в преданном служении заложены все остальные аскезы, покаяние, знания шастр, мистические силы. Там есть все. Поэтому не требуется отдельных каких-то еще моментов. Вы можете повторить Харе Кришна мантру ту же самую. Ну, с чувством вины перед кем-то там, прощения за это достаточно. С этим чувством все. Это уже есть покаяние, уже есть молитва прощения. Преданные Господи и Стане общались, когда они были в экстазе, мыли храм Гундича, в этом экстазе не забыли все материальные слова в экстатическом состоянии. Там была очень активная работа, большая там, большой храм и много воды нужно принести в кувшинах, большая работа была и они там трудились вместе с Господом Читания. И они руководили процессом одним словом Кришна в разных интонациях, когда были в экстазе. Все понимали друг друга. В духовном мире говорится, чаще всего люди общаются между мятиями, даже не предложениями. Ооо. 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 Вот эти вот звуки имеют огромное тоже значение. Они на всех языках понятны. Каждый, кто удивляется, во всем мире говорит Ооо. Вау. Что-то добавляют немножко. Но всем понятно. По-американски, по-казахски понятно будет. Оксана Глушенко. У многих преданных все время в духовной жизни взлеты и падения. Как оставаться наверху этой волны вдохновения? Если что-то почувствовал или хотя бы побольше там задержаться, чтобы воспевать искренне? Стопы Кришны, это как луна. Мне кажется, что они близко, да? Сейчас я подпрыгну, взлет нашел. Оп! И не поймал. Бабах! Вот пока мы не достанем эти стопы, у нас так и будет продолжаться. Взлет и обратно. Взлет и обратно. Значит, смотрите, дорогие преданные, есть один важный момент. У нас есть духовная практика. Взлет и падение означает, ну, если упрощенно сказать, взлет и падение, нестабильность означает, что преданный еще не нашел прибережище в самой практике. Он где-то в другом месте ищет прибережище. Что-то хочет достать при помощи практики, при помощи святого имени. А суть уже есть в святом имени, ничего не нужно доставать. Нужно просто найти прибережище там. Просто давайте найдем прибережище в садане, в святом имени, в служении Гуру и Кришне. Все. Не будет никаких падений. Только взлет. В этом прибережи нужны. Если при помощи Харе Кришне мантры хочу-то чего-то еще достичь, да, тогда будет взлет падения. Но все уже есть и то имени. Мне нужно просто это осознать. Терпимость, да, названное. Терпение то же самое. Потому что, ну, титикша, да, титикша, титикша на санскрите это терпение. Как развести терпение? Да, практически это качество. А, нужно привыкать к аскезе. Время нужно. Нужно привыкать к аскезе. Один йог сидел, медитировал на берегу Ганги под палящим солнцем. И один крестьянин там работал в поле. Ну, когда жарко, крестьянин под дерево садился там, ночевал дома, ну, ходил на работу. А йог сидит и сидит под палящим солнцем. Это ужасно, ужасно, трудно. Этот крестьянин однажды подошел к йогу с сочувствием и сказал, может быть, тебе построить хотя бы навес над головой. Солнце палит, все выжигает. Йог отвлекся от медитации и сказал, а зачем? Ведь я же здесь сижу временно. Это сознание, йогу, он может терпеть. Если мы, наше сознание развивается в этом направлении, мы начинаем сознать временность материального существования, мира, и мы станем более и более терпеливой. Харе Кришна, помогаем ли мы окружающим, если просто проповедуем своим примером, выполняя наставления гуру? Если просто что делаем? Если они просто своим примером проповедуют и своим примером. Не словами, а примером? Да. Ну да, но это медленнее. очень важен прочар. Проповедь это прочар. Слово. А поведение это очар. И чтобы эффективно проповедить, нужно очар и прочар вместе. Тогда это динамичный процесс. динамика важна. Динамика, например, самолет. Важна динамика, иначе не взлетит. Нужна определенная скорость, минимальная, иначе не будет взлета. А на этой скорости будет взлет. Также, если, скажем, есть очар, это тоже будет, но не взлетит. Или только прочар, нет очар, тоже не взлетит. Нужны очар и прочар вместе. Тогда скорость набирается, тогда быстро все происходит. У людей быстро возникает вера, интерес и так далее. Интенсивнее это идет. Рекомендовано вместе два фактора очар и прочар. Куднара Каримова, Харе Кришна, спасибо, дорогой Гур Бахарадж. Вы говорили о том, что единицы способны встать на путь любви к Богу. Можно из этого контекста пояснить, пожалуйста, в чем суть миссии Господа Чайтани? Суть в том, что даже те, кто не хотят, они становятся на этот путь. Это влияние Господа Чайтани, то, что вы сейчас видите. Никто не хотел становиться Кришнаитом. Вот так, буквально, чтобы называться Кришнаитом в обществе, никто не хотел. Потому что это быть белой вороной вообще, быть чужим среди своих. Но стали предны. И все, терпят все это. А чем был вопрос? Об этом нет? Ну, вы же говорили, что единицы способны стать по милости Господа Чайтани? Ведь меняется картина. Если говорить о склонностях человеческих, это редкая склонность среди людей найти редко, это редкая склонность. Еще до сознания Кришны я так любил философствовать о вселенной, о смысле жизни, медом не кормить. Люди от меня уставали просто. Ой, уставали, опять ты философствовал. Начинаешь там что-то там. То есть, редко можно было найти человека, сколько можно было это обсудить. Очень редко. Потом встречал другого философа, который меня превосходил в знаниях. Не просто, он читал книги, знал разные течения, направления философии, там был такой, вообще, вот такая голова у него, эрудит. Я в связи с ним понял, что я просто, ну, ну, просто пытаюсь догадки строить какие-то, он много знает. Он говорит, у меня проблема, говорит, я не могу ни с кем поговорить. Нет людей, которые бы знали бы так философию, что на равных поговорить, у меня будет проблема. Видите, то есть, такой склонности редко и редко можем увидеть у людей. Но склонность, распространенная это к зарабатыванию, приобретению, к накоплению всех. А философ, он не должен стремиться к накоплению, иначе, как он станет философом? А что мы видим теперь? Просто поем Киртана, с ней просад, люди присоединяются, без всякой философии, без ничего, присоединяются к высшему смыслу жизни вообще. Даже толком еще не знаю, куда они присоединяются. Уже присоединяются. Движение Господа, мечтание, видите? Тут, что оно делает преданными. Вот непреданные, но он становится преданным на глазах. Один человек вспоминает, как он пришел в сознание Кришны, пришел на лекцию специально, вместе с женой, жена стала повторять мантру, он был против. Специально пришел на лекцию разоблачить это движение. Там лекцию, был очень умный, начитанный человек, думал, я их сейчас все живу, это мошенничество явное. Он сел, стал слушать лекцию. Я забыл все свои вопросы. Думаю, ну ладно, потом вспомню. Но я не примирился, что-то там говорили, у меня не возникло противоречий, вопросов, но потом, где-то должна быть у них какой-то изъян, найду. И так, я его помню, этого человека, он сидел, так вот слушал, с подлобью лекцию внимательно, на шутки не реагировал, был такой напряженный. А потом мне рассказывал об этом. А потом про сад. Я чувствую, что у меня какая-то радость в сердце. Я думаю, подожди, ты что радуешься? Плакать надо вообще тут, надо жену спасать, тут радуешься. Не радуйся, у меня, говорит, улыбка, что-то растягивается, и я обратно. Она растягивается, и я обратно, говорит, сижу, борюсь с собой, потом уже стал смеяться над собой. Так он пришел в сознание Кришны, говорит, я не собирался вообще. С чего ради вообще? Это называется милость. Ну понятно, нет, потому что мы можем этому значению не передавать. Ну понравилось и осталось, а мы можем даже не понять, что происходит на самом деле. Но мы, то, что мы сейчас делаем, это будет зависеть вся остальная остальная жизнь, понимаете? Это не игрушки. Это не игрушка, это серьезный выбор. И принять такие серьезные стандарты жизни высокие можно, наверное, только по милости, только, либо в полном невежестве. Остин Ла, Харе Кришна, Гору Магарадж, мои поклоны. На Галоке Кришна всегда как юноша. Получается, что как Гапал, Кришна играет только в материальном мире? Да, в такой младенческий возраст здесь проявляется. Но это образ тоже вечный. Для Кришны все равно, что материальное, что духовное. Не путайте это с иллюзией. Это не иллюзия. Все эти формы реальны. Но в духовном мире они выглядят по-другому. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова